Добрый день, уважаемые трейдеры! На прошлой неделе рост мировых рынков продолжился, так как позитивные отчеты о доходах внушали инвесторам оптимизм. S&P 500 снизил свои темпы роста вдвое, увеличившись на 1,6%, а все три основных американских индекса все еще находятся в восходящем тренде выше своих соответствующих 200-дневных скользящих средних. Рост индекса доллара США Айс замедлился. Доллар вырос на 0,4% за неделю, поскольку инфляция потребительских цен в январе замедлилась. Все, кроме FTSE 100 и Nikkei, шести крупнейших фондовых индексов развитых рынков, продолжали рост на прошлой неделе. Настак лидировал, он вырос на 2,2%. Три из шести основных валютных пар изменили динамику предыдущей недели. Фунт удерживал первое место по процентному изменению. Он восстановился, увеличившись на 1,2% по отношению к доллару США. Обновления денежно-кредитной политики также будут доминировать в экономическом календаре этой недели. Протоколы заседаний Резервного банка Австралии, Федерального резерва и Европейского центрального банка будут опубликованы во вторник, среду и четверг соответственно. Сезон отчетов о доходах близится к концу. Walmart, HSBC и Glyncor входят в число компаний, сообщавших о результатах третьего квартала на этой неделе. На этом все. Увидимся на следующей неделе.